приветствую тебя на моем канале и сегодня мы поговорим о балансе белого цвета что же такое баланс белого если верить википедии баланс белого это один из параметров методы передачи цветного изображения определяющий соответствие цветовой гаммы изображения объектов цветовых гамме объекта съемки объекты заведомо белого цвета кажется человеку белым практически при любом освещении потому что необходимую цветокоррекцию автоматически проводят человеческий глаз и мозг ведь человеческий глаза и мозг – это самый совершенный фотоаппарат на сегодняшний день. Баланс белого цвета – это важный инструмент для управления цветовой палитрой фотографии. Одно из преимуществ живого человека перед цифровым фотоаппаратом состоит в том, что человек видит белые предметы белыми независимо от цвета источника освещения, вследствие присущего человеческому зрению цветопостоянства. Формируя зрительный образ, наш мозг использует не только непосредственные сигналы светочувствительных рецепторов глаза, но информацию о типе источника света, а также наше знание о том, какого цвета должен быть тот или иной предмет. Цифровая камера намного примитивнее, но и на помощь приходят возможности регулировки баланса белого цвета. Это параметр, с помощью которого ты можешь изменить колорит своих фотографий в соответствии с меняющимися условиями освещения. Баланс белого нужен для того, чтобы сообщить камере, какой из объектов съемки при данных условиях освещения должен выйти на фотографии нейтрального тона, то есть белым или серым. А камера в свою очередь смещает все остальные цвета так, чтобы цветовой баланс отношения между цветами остался неизменным. Не секрет, что цвет зависит от длины цветовых волн. Более длинные волны означают красный цвет, более короткий – синий или даже фиолетовый. Пламя свечи или же натриевые лампы низкого давления, которые используются в уличных фонарях, дают красновато-оранжевый цвет, поскольку излучают в длинноволновом диапазоне. Холодный цвет ртутных ламп обусловленных коротковолновым излучением. Чем длиннее волны, тем легче они проникают сквозь земную атмосферу. Солнце на рассвете или на закате красного цвета, потому что свет низкого солнца падает на землю под очень малым углом и должен пройти гораздо больший путь через атмосферу, нежели днем. В результате большая часть коротких волн рассеивается и поглощается воздухом. Этим и обусловлен теплый свет золотого часа, который так любят пейзажные фотографы и голливудские режиссеры. Чем выше поднимается солнце над горизонтом, тем меньше слой воздуха приходится преодолевать его лучам, и тем большее количество коротких волн достигает земной поверхности, выравнивая цветовой баланс дневного света и делая его белым. Для характеристики цветового тона источника света придумано понятие цветовой температуры. Цветовая температура измеряется в градусах Кельвина и означает температуру, до которой необходимо нагреть абсолютно черное тело, чтобы оно начало излучать свет того же оттенка, что и описываемый источник. Таким образом, чем выше цветовая температура, тем короче световые волны и тем, как это непарадоксально холоднее цвет. К примеру, цветовая температура ламп накаливания составляет около 3000 Кельвинов, а без улочного синего неба порядка 8000 Кельвинов. Устанавливая баланс белого, ты сообщаешь камере, какой цвет освещения за бортом, а камера на основании этих данных компенсирует цветовой баланс так, чтобы итоговая картинка выглядела снятой при нейтральном белом освещении. Например, установив баланс белого в 10000 Кельвинов, ты даешь камере понять, что освещение очень синее, и чтобы уравновесить его, камера добавляет оранжевого цвета. Если же на самом деле свет вовсе не синий, а вполне нейтральный, то камера, пытаясь компенсировать воображаемый оттенок, выдаст тебе фотографии в золотых тонах. Как видишь, баланс белого действует вполне логично. Лыше температура, тепляет детки на фотографии. Температура ниже, цвета холоднее. Это происходит потому, что устанавливая баланс белого, ты указываешь в цветовую температуру не того освещения, который хочешь видеть на снимке, а того, который необходимо нейтрализовать. Большинство камер обладают стандартным набором предустановок баланса белого. Автоматический режим. Автоматический баланс белого работает более уверенно, если в кадре присутствуют белые объекты, которые он может принять за эталон. Если ничего белого в кадре не наблюдается, он попросту усредняет цветовой баланс. К примеру, при съемке закатного неба, наверняка хотелось бы сохранить его теплые, золотисто-малиновые тона. А вот твоя камера постарается их нейтрализовать, стремясь к нейтральному балансу, и сделает небо серым и скучным. Использование режима авто оправдано при смешанном освещении, когда свет от разных источников имеет различную цветовую температуру. Таково, например, освещение ночного города. Камера сбалансирует цвета отдельных источников с тем, чтобы ни один из них не доминировал. Солнечный свет. Применяется для съемки сцен, освещенных прямым солнечным светом световой температурой от 5 до 5500 кельвинов. Тень. Режим тень предназначен для ситуаций, когда небо ясное, но объект съемки расположен в тени, и прямой солнечный свет на него не падает. В этом случае основным источником света оказывается открытое небо. Небо синее, потому что молекулы воздуха, а также частицы пыли, хорошо рассеивают именно коротковолновую часть солнечного спектра. В итоге цветовая температура в тени достигает 8000 кельвинов. Обычный солнечный баланс белого оставил бы все синим и холодным. Теневой же баланс белого, добавляя изрядное количество оранжевого цвета, возвращается в сцене естественный вид. Режим тень хорош при съемке в контровом свете. Облачно. Что-то среднее между солнечным светом и тенью предназначено для съемки в пасмурную погоду, когда все небо затянуто облаками и цветовая температура лежит в районе 6000 кельвинов. Лампы накаливания. Это очень холодный баланс, рассчитанный на нейтрализацию оранжевого света ламп накаливания с световой температурой около 3000 кельвинов. Снимки, сделанные вечером при искусственном освещении в режиме ламп накаливания, начинают выглядеть естественно. Если же ты применишь этот режим днем, то кадры окрасятся интенсивным синим цветом. Люминесцентные лампы. Разные типы люминесцентных ламп имеют различную цветовую температуру, а также различную степень смещения в зеленый цвет. Как правило, камера содержит несколько предустановок баланса белого для ламп разного типа. Помимо прямого своего назначения, эти предустановки хороши для намеренного искажения цвета неба на закате или на рассвете. Пытаясь скомпенсировать зеленое смещение люминесцентных ламп, камера поневоле подчеркивает пурпурные тона. Вспышка. Баланс белого откалиброван по встроенной в камеру вспышки. При включении вспышки многие камеры сами переходят в этот режим. Если ты используешь отдельную вспышку, то автоматически баланс белого будет предпочтительней. Для студийных вспышек режим вспышка также непригоден, поскольку их цвет может различаться в зависимости от производителя, предустановленный баланс белого. При студийной съемке, когда аккуратная цветопередача критична, баланс белого устанавливают по листу белой бумаги или же по специальной серой карте. И напоминаю еще раз, если ты не самый опытный фотограф, то фотографируй в формате RAW, чтобы косяки баланса белого можно было легко исправить после съемки. А на сегодня все. Подписывайся на канал, ставь лайки и обязательно комментируй или критикуй меня, а то у меня возникло ощущение, что я сижу в пустой комнате и в гордом одиночестве букни в микрофон. Хотя, блин, так ведь и есть на самом деле. Ну да ладно. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok